Бессрочную забастовку уже начали сотрудники Облэнерго в Черкассах. Более 4000 человек с января не получают зарплаты. Все это время вопрос с погашением задолженности не могут решить ни на областном, ни даже на государственном уровне. Подробнее в материале наших корреспондентов. Вот так, сегодня начался рабочий день сотрудников Черкассы Облэнерго. Стартовала официальная забастовка, хотя уже больше месяца энергетики проводят акции протеста. С января люди не получают зарплату. Инженер Андрей Ларин на предприятии работает вместе с отцом. Как свести концы с концами семья не знает. У меня двое неповнолетних детей, 4 и 8 лет, которые каждый день надо кормить, вызывать, одевать. Облэнерго стала лихорадить еще с прошлой осени, когда там дважды менялись главы правления. За это время накопились долги. Теперь все, уплаченные абонентами деньги, профильная комиссия отправляет на погашение задолженности, оставив, по сути, людей без зарплаты. НКРА ЕКП нам установила алгоритмы, ну, можно сказать, нулевые, и у нас кошти в месяц не повертаются ни копейки, поэтому их просто не мы. С января вопрос с зарплатами энергетиков не могут никак решить ни на областном, ни даже на государственном уровне. Нардеп Сергей Каплин удивляется происходящему, ведь контрольный пакет акций предприятия принадлежит государству. Влада не дослухается до миллионов украинцев, перед которыми сьогодні заборговали больше 2 млрд грн. зарплаты. Решение наступное. Первое – страйки, и мы начинаем сегодня по всей области страйковую борьбу. Другое – это жесткая, серьезная разговор с премьером и профильными министрами. Наведение порядок и повернение борьбов. И третья важливая складова – мы будем перекрывать дорогу центральной трассы страны с тем, чтобы обратить внимание на проблему, которая есть сегодня в Черкасах. И другие проблемы, другие предприятия по всей стране сегодня 2 млрд грн. винные людям за зарплату. Это ответственность государства. Пока энергетики митингуют в Черкасах, в Киеве очередное заседание Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг. На повестке дня и вопрос задолженности по зарплате сотрудникам «Обленерго». Правда, ничего нового там так и не сказали. Мы категорично поддерживаем свою частную выплату заработной платы и качественную работу менеджмента. Замначальник отдела по экономической безопасности уверяет, что в ближайшие дни проблема энергетиков может стать проблемой целой области. Предприятию не выделяют деньги не только на зарплаты, но и на ремонт техники. Из-за безденежья специалисты повально увольняются и на аварии скоро некому будет выезжать. Да и не на чем. Когда эту линию не будет кому восстанавливать, потому что останется один водой или один мастер, бригады не будет. Тогда я не знаю, что мы будем делать. Пока же доведенные до отчаяния. Люди уже в который раз решили перекрыть дорогу. Пойти на более радикальные меры и отключить электроснабжение в области они не могут. Это уголовное преступление. Виктор Ткачук, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интер Черкассы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова